Всем приветики, ребятки! Вы на канале Кэти из Геймсис, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Until Dawn, даже и до рассвета. Мы с вами остановились на истории с... Мэттом его зовут, да? Мэттом его зовут, кажется. Я не помню, как его зовут. Ну да ладно. Да пофигу, кому какая разница, да, вообще. Кто-то там орёт. Здесь что? Здесь... Куда-то проход. А можно мне, как в Ларикрофт этот... Куда идти? Подожди. А здесь что? Здесь проход или нет? Ну подожди. Нет, подожди. Я хочу сначала всё просмотреть. А то будет как всегда! Так я хочу посмотреть, подхожу к краю, спрыгиваю. Или сейчас, коренька, катсцена начнётся просто тупо, и всё, и будет капец. А я же хочу всё посмотреть. Я хочу посмотреть, что тут есть. Какие-то улики, не улики. Я вообще всё собрать хочу. Я почти всё собрала. Я красавчик, блин. Мне надо только там дособирать чуть-чуть, и всё. И в следующий раз, когда буду снимать какую-либо игру на PlayStation, ещё и дистанционную игру убрать. Вот тогда вообще красавчик буду. Вообще жесть. Так. Спасибо, собака. Тут нет ни хрена подобного. Ни хрена вообще ничего. Пойдём, ладно, тогда обратно. Пойдём обратно. Может быть, там был не проход? Потому что вы как надо? Я с Outlast-то помню. Всегда иди на свет. То есть всегда, если ты не знаешь, куда тебе идти, иди на свет. Свет там. Здесь света нет. Поэтому мы сюда пройдём с тобой, чтобы посмотреть, что тут вообще есть. Может быть, есть что-то интересное, а может быть, есть что-то убийственное. Я не знаю. Мы это, собственно, и проверим. Но лицо у него, конечно, это, боязливое. Погоди, мы... Мы отсюда пришли или нет? Я не помню. Нет, мы не отсюда пришли, явно. А, нет, отсюда. Подожди. Вот эту же решётку я видела, да? То есть... А-а-а! Ну да-да-да! Я вспомнила фонарь! Я по фонарю вспомнила, точно. Значит, мы идём туда. На мана. На мана камера стоит, не буду туда смотреть. Ну, в смысле, на тебя смотреть буду, а на камеру смотреть не буду. На себя смотреть не буду. На тебя буду, на себя не буду. Вот. Получается, мы отсюда пришли. И нам идти дальше. То есть, если вот сюда налево, да, по-моему, куда-то проход, или нет? Или это просто так кажется? А, ну это тотем. Тотем мы нашли. Я, кстати, не помню, что он говорил там. Какая-то, по-моему, удача или предостережение, что... Майк... А, мы в прошлой серии собрали два тотема. Один тотем, что Майк, короче, выживет, если прибежит уже, когда дом будет гореть. И второе, что Майк сгорит в доме. Вот, поэтому Майку в дом не надо. Майку надо... Майка надо, это, здесь оставить одного, чтобы он прибежал потом. Так. А почему, интересно, больше ничего нет? Раньше мы ходили, и прям было много разных улик, много чего. А тут прям, смотри, мы ходим, и мы находим в основном только тотемы, и, ну, и максимум одну улику. И орущих, короче, ребят. И все, и больше ничего. Так, подождите. А этот вообще в курсах или нет? А, господи, прям как на стриме, блин. Бежать. Ты что, спрятаться? А, надо было спрятаться. Подожди, а кто? Он же видит, он же видит, он же видит. Спрячься, спрячься, спрячься. Ётын, потеряем мужика. А, охренеть. Ну, иди на пролом, я не знаю. Ну, падай. Ну, или спрячься. Встань, 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 он тебя сейчас увидит. Ой, слава тебе, господи, недолго это было, а? Слава тебе, господи, слава тебе, господи, это было недолго. Ой, я ж не дышу в это время. Страхово. О, то есть он, получается, нашел выход, да, на улицу. Сэм, шахта 0636. И что? Лезть, я залезть. Я залезть, я за... Только лезть и никакого прыжка. Перелезть. Блин, что-то тут стали быстрее, а не моргать-то. Просто они когда лезли раньше, они прям были очень долгие, а когда прыгали, они были быстрые. Ну, типа там, счетными на секунды, да, ты прыгаешь, сидела. А тут что-то прям быстро. Я даже не знаю. Я даже не знаю, что было бы, если бы мы это... Если бы мы прыгали. Там еще быстрее было бы или нет. Так, тут должен быть тотем. Или нет? Подожди. Что за приколдесы? Это раздваивается дорога, и тут нет тотемов или что? Я просто хочу тотем. Я хочу тотем. Дайте мне тотем. Я помешана на тотемах. Дайте мне мой тотем. Я хочу тотем. Так, подожди. Я хочу поправить наушники. А вот здесь какое-то дерево. Может, оно дальше не пойдет? Может, там тотем лежит? Как здесь сейчас кто-то выпрыгнуть должен, а? Такой кадр камеры. Нет, смотри-ка. Нет тотема? А-а-а! Снимешься? Птичка, а не величка. Ты че? Так. Ой, мне сказали на стриме. Говорят, поиграй. Давай поиграем в Resident Evil на стриме. Ты же типа с нами? И тебе будет не страшно. Я говорю, ага. Причем предложили самый страшный Resident Evil, который этот седьмой. С Димитреску. И, короче, который этот с домом, как там их? Не помню. Бейтсов, Бейкерс. Как они там были? О, господи. Я вот задумалась. Думаю, блин, ну люди просят надо. Но как я в это буду играть? Я не понимаю. Ты прикинь, я тут от птички ору. А там не птичка далеко будет. Вообще далеко не птичка. Там будут монстры. Там будут, блин, эти старуки. От которых надо будет бежать. Или убить их. Так. Она идет в дом. Насчет нее... А, вон тотем, да? Лежит спереди. Насчет нее ничего не было. Ну-ка, бздец, да? Именно тогда, короче, когда нечего делать, я решила походить посмотреть по округе. Мне решили показать надпись «Пырнуть». Я решила сходить посмотреть, что же лежит в округе. Ну, прыгай уже. Тут смотреть-то не на что. Тут идти-то некуда. Идти-то некуда. Смотреть-то не на что. Индиго плавать умеют. Если что, я тебя предупрежу. А чисто гипотетически, тогда, когда мы шли, мы могли прийти, допустим, в этот... Прийти, допустим... А, вот тут можно пройти, нет? Ладно, пойдем, а быстрее. Страшно, е-мое. Мы могли, допустим, вылезти с другой стороны и не попасться в Индиго. Или в любом случае попались бы. Потому что, по идее, в Индиго-то плавала эта сестренка его с левой стороны, а могли мы обойти еще и с правой. Вернее, справа, и там справа можно было вылезти. Но если ты помнишь прошлый серий, если не помнишь, что в этих правом верхнем углу есть восклицательный знак, подсказочка, который тебя быстро перенаправит на прошлый серий. Так, это что? Это опять спрыгнуть, да? Опять спрыгнуть, и опять нихрена нет рядом. Ну, пошли. Пошли. О, подожди. Мне интересно. А мы тотемы... Мы не нашли примерно пять тотемов. Они где-то будут или нет? О, мы приперлись. К месту, где мужику голову отпилили. Ай-яй-яй, как громко. Ну, побежали. Что я там спрашивала? Я забыл. Что-то спрашивала, что-то спрашивала. Ну, прыгай быстрее. Ой-ой-ой, ты что? Так же нельзя. А там никого нет. Ребята, вы меня слышите? Так, там же никого нет. Ёптать. А ты че здесь? А, ты бишь... Господи, что с тобой? если не уйдем отсюда будет хуже давай но их два а также никого нет кого называлась это никого нет все в шахте она же сама причем пошла с они крис же должен был вернуться с девчонками сюда я про них совсем забыл он унес его обзор спать и он больше джошадь плохо и что будем делать надо проверить подвох уже там кто остался проверить подвал и опять туда иду я да девочка дайду я чё камера так криво стоит так нормально вот так мне уже нравится папе 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 поперлись хотела сказать а то что мы сломали вообще вот эту дверь вы окно в двери стекло в двери вы не хотите как-нибудь не знаю и заделать чем-нибудь вендика же может зайти и почему свет допустим если они боятся огня а погонь же это источник света и тепла не явно не тепла боятся ну если бояться тепла то они еще причем боятся наверное источник источник света сам то есть ну то есть может быть наоборот их это отпугнет а может быть не отпугнет хрена узнает ну короче тут все закрыто мы тут все просмотрели все что можно было и сейчас мы просто идем в подвал вот потому что реально все что можно было мы уже посмотрели и смотреть по второму кругу вот тоже самое искать море чем утром не нашли это бессмыслица потому что мы уже все нашли в этом доме и она все даже то что мы видели подсвечивается одинаково так что смысла в этом нет и как по-твоему мы выберемся стараюсь об этом не думать ну ладно я хоть дверь заперла подожди а это прямой вход в шахты что ли и чё и все такие стали как солдатики и стоят ой 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 стой 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 понятно почему все стоят как солдатики стой и не двигайся уйди 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 падла я больше не хочу я больше не хочу сидеть бездвижно что запрекал дэс ой 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 майк беги ты помрешь майк беги я помню что ты помрешь майк беги ты должен выжить и чё ты предлагаешь кобзец вот это брачный танец вот это брачный танец вот это брачный танец Спасти Майка, это как? Выключатель-то губанитель! Выключатель-то губанитель, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю! Ну так нельзя. Мне неудобно здесь сидеть. У меня две книги, блин. Кобздец. Я максимально старалась это сделать. Максимально. Майка спасли, зато девочку не спасли. Ну-ка, бздец. Ну-ка, бздец, слушай. О, рассвет. Ну вот она чуть-чуть не дожила. Ай, капец. Ну что поделаешь? Ну вот так бывает. Шустрый парень. Серебро опять. Ой, это бронза. Или это золото? Вроде золото, да? То есть... А где Мэтт? Он же там где-то рядом ходит. Так, теперь нам что-нибудь покажут, я надеюсь? Черт! Нет! То есть, получается, мы не спасли только в самом начале девочку. Когда мы бежали медленно за ней. Вот, да, собственно, Джессику. Нет! То есть, мы бежали за ней медленно. Если бы мы бежали быстро, мы бы ее спасли. И сейчас Сэм мы не спасли только потому, что, короче, неудобно лежали руки. Они до этого лежали удобно, поэтому я, короче, сидела. А тут я не поняла, как... А тут я не поняла, как их надо положить. И, короче, положила неудобно. И сходу она съехала вниз, и дальше уже не было смысла его держать. Ну, да, но... А может, они его убили? Что? Нет, вы не понимаете, разве не ясно? Если он на вас напад. Он спас меня. Хорошо, что мы не пошли, да? Иначе мы бы ее потеряли. Блин, вот ее надо было убить. А мы-то... А-а-а, спасли. Я мог что-то сделать. Я пытался ее спасти. Я не смог. Он зашел с ума. Такое творил. И... И... А где Джош-то? Че нам его не показали? Я думал, это он напал на Джесси. Нам же было написано, что он узнал сестру, а сестра узнала его. Я... Но я не знала, честно. Я не знала. Не знали? Кого вы ударили? Ну, я ударила маньяка. Я не знала, что это Джош, но оказалось, он и был маньяком. Откуда нам было знать, что у Джоша были эти пилы, пистолеты и... А где Джош-то сам? Безмозглый следующий, да? Можете ему врезать за меня? Что, простите? Безмозглый. Тупой качок. Мы этим... Меганитик. Может, вы хотите нам что-то сказать? Да нет, ничего особенного. Ну, то есть, кроме того, что он бросил меня помирать на этой долбанной вышке, как самый последний говнюк. А, Мэтью, это этот. Не этот, что тут. Зато мы тебя спасли, слушай. Она спасла тебя ценой своей жизни. Капсдец, вообще. Зато я сделала правильный выбор. Просто я не смогла держать джойстик ровно. Джош помог нам, а потом... Зараза. Эта тварь... Это Виндиго. Он вышел из темноты, и Джош... Не знаю. Я услышал крик и убежал. Зачем обоим-то умирать, а? Логично! Логично! И че, ты завис? Подожди пропустить. Это все? А Джош-то где? Все, его сожрали? Вот, спасибо! Вот этого я и ждал. Ой. Ой. Как бздец. Подожди, это кто? Это полицейский? И они серьезно вдвоем, да? Идут. Это он кого? Если... Девочку, которую сейчас мы, да? Убили. Это уже ничего. А, нет, он голову есть. Так, эффект бабочки. Подождите, а можно мне? Выберите эпизод. О, подожди. Не, подожди. Эпизод, с которым перезаписать историю, это получается... Авторы. Можно авторов перезаписать, пожалуйста. Нет, покаяние это с самого начала. Я не хочу. Я бы просто девочку переделала, и все, самый максимум. Вот эти, итог хаоса. Что это такое? Сэм погибла в доме. Майку удалось спастись. Эшли удалось спастись. Эмили удалось спастись. Крису удалось спастись. И все, да? То есть больше нам ничего не скажет? Эшли решила рассказать правду. Эшли решила рассказать правду. Эмили оттолкнула Эшли, подвергнув угрозе ее жизнь. А, вот это, кстати, я это. Я поняла. Я вижу, только она еще толкнула, короче, и убежала. Думаю, хрена себе, добрая, блин. А почему? Но она же рассказала ей правду. Правду, что ее можно не убивать. Джош узнал правду о монстре. Джош узнал Хану. Их она узнала Джоша. А, вот. Джош был жив. Изолирован и одержим жаждой человеческого мяса. То есть она его куда-то утащила туда и оставила там. Она его не убила. И получается, Джош... Ну, в смысле, он сошел с ума, и он тоже решил поесть человеченки. Да, или что? А, Эмили отдала ракетницу Мэтту. И Эмили нечем было защититься. Ее укусили по этому. Ё-моё. А я думала, что я только кнопки не так тыкала. Блин, прикольно как, а? Перед Майком возникла дилемма. Прикольно-то как, а? Как это все связано-то, оказывается? Стадо олени миновал. Мы от Эмили не пострадали. А могли пострадать, да? Сэм попалась. Крис и Эшли нашли Сэм. А могли не найти, что ли? Майк должен был спасти Сэм. Но он спас. Общая цель. Мэтта держал идею... Поддержал идею, Эмили пойти к вышке. Мэтта выстрелил из ракетницы. Майк ударил волка, но сделал определенные выводы. Ага, да. Волк провел Майка через лечебницу. Новый друг Майка выжил. О, я молодец! Вау, я молодец! Какая я красотка! Волк выжил, самое главное. Эшли последовала за Крисом. Эшли не увидела, кто был в мастерской. Крис и Эшли нашли манекен, одетый как Сэм. Ага, ага. Эшли забрала ножницы с собой. Эшли ударила маньяка ножницами. Маньяк подбил Эшли глаз. Крис ударил Джоша. И все, да? Кто предупрежден, тот вооружен назывался. Эфирт бабочки. Спасайся сам. Мэтт допрыгнул до безопасного места. Мэтт уцелел. И дожил до рассвета. Да, и дожил, дожил. То есть, если бы он не прыгнул, он бы не дожил до рассвета. То есть, с ним вообще самый легкий этот. Самая легкая игра. Один раз постоять бездвижно и пару нажать кнопочек. Майк отрубил себе пальцы. Мачете все еще было пригодно для использования. Но Эшгурену было пригодно для использования, несмотря на то, что оно сломалось. Майк защитился с помощью мачете. Сэм помогла Майку выбраться из шахты. То есть, благодаря тому, что он защитился, он, в принципе, выжил, да? Крис сказал, что спасет Эшли. Эшли была благодарна Крису и почувствовала, что она перед ним в долгу. Джош чувствовал себя преданным и испытывал неприязнь к Крису. А, Крис проявил агрессию. Ага, понятно. Давайте заново, говорю, все, до конца посмотрим. И, короче, и выйдем. Майк споткнулся, когда бежал за Джессикой. Да, Майк опоздал, Джессика была мертва. Мэтт остался в шахте один. А, то есть, они бы встретились с ней, понятно. То есть, за них была бы маленькая игра, все понятно. То есть, он споткнулся, когда бежал, в этом была проблема. Сэм нашла бейсбольную биту и оставила ее в подвале. А, ну это, короче, тогда, когда она бы спряталась за эту штуку. Взяла бы бейсбольную биту, спряталась бы за эту штуку. Он бы ее нашел, она бы его долбанула битой и с битой побежала бы дальше. Вот, видимо, тогда она бы не осталась в подвале, скорее всего. Майк сразу же пришел на помощь Джессике. Джессика оценила героизм Майка. На какую помощь, я не помню. Но не выдержал давление. Джессика воспротивилась притязаниям Майка. И все. Мэтт поддержал Джессику во время ее ссоры с Эмили. Эмили была зла на Мэтта. Ну что она, тварюга, та еще. Храните секретов. Эшли побудила Мэтта посмотреть в телескоп. Мэтт видел фликтующих Майка и Эмили. Мэтт высказал недовольство Майку. И все. А почему Эмили не высказал ничего? Крис решил не стрелять в белку. В природе сохранилось равновесие. Да? Это в плане. Сэм прочитал входящее сообщение на телефоне Криса. Крис был оскорблен бестакностью, Сэм. Крис отчитал Сэм за излишнее любопытство. Как прикольно, слушай. Как прикольно. Короче, это что? Это 1952 год. Мы не нашли два доказательства. За таинственного незнакомца мы не нашли дофига доказательств. Но я уже говорила в прошлой серии, это, скорее всего, потому что Сэм не спряталась. Тотемы мы тоже не нашли. Я не знаю, где они были, почему мы их не нашли. Эффект бабочки. И по близнецам мы не нашли тоже всего одну подсказку. Я подозреваю, это там, где мы спрыгивали и не осматривали до конца... До конца локацию. Вот. Ну что? Мы с тобой закончили проходить такую прекрасную игру. Такое прекрасное интерактивное кинцо. Я хочу продолжить, хочу продолжить проходить. Мне нравится жанр интерактивного кинца. Надеюсь, тебе тоже. Если это так, то напиши, пожалуйста, об этом в комментариях. И мы когда-нибудь начнем следующую игру. Это уже следующая антология, которая называется Dark Pictures. И там, короче, вторая часть. Потому что первая уже проходила на стриме. Ну вот, короче, как-то так. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарии, скидывай его своим друзьям, так и нам тоже понравится. А также подписывайся на мой канал и ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, серии, стримы и уйди, собака. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok